Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы снова по нашей доброй традиции отвечаем на ваши вопросы, которые вы присылаете нам в сети интернет, и они все адресованы психологу Елизавете Пархоменко. Здравствуйте, Елизавета! Здравствуйте, Марина! Очень рада быть снова у вас гостем. Ну что ж, давайте не будем терять время, я сразу начну зачитывать вопросы наших телезрителей. Итак, первый вопрос звучит так. Хотела бы спросить у Елизаветы Пархоменко, как поступить с ребенком, который полностью потерял желание учиться. Это мой внук, ему 16 лет. Перестал учиться, делать уроки, ходить на курсы английского, часто прогуливает школу, уходит с уроков. Говорит, что ему неинтересно. В следующем году надо поступать куда-нибудь, а он не хочет и работать тоже не хочет. Никакие наши уверения, что мы не будем его кормить за свой счет, всю жизнь не работают. Воспитывает его одна мама, моя дочь, я живу с ними. В целом отношения у нас у всех хорошие. Беспокоит только нежелание внука что-либо делать. Складывается ощущение, что он надеется на то, что все как-то само решится. Вот такое апатичное состояние у ребенка. Я думаю, что тут проблемы не только в школе, а, собственно, у него никаких желаний нет. И отвечая на этот вопрос, мне прежде всего хочется сказать, что сделать такую, скажем так, сноску, да, что на самом деле мне не совсем понятно, ну, из вопроса, как это всегда бывает, действительно ли у ребенка такое апатичное состояние, как описывает бабушка, это может быть так, а может быть не так, или это такой вот взгляд бабушки. Вот хочется сразу сделать такую ремарку. В этом смысле, когда приходят люди на консультацию, мы там чем занимаемся, мы разбираемся, да, кто как это видит. Иногда оказывается, что у ребенка-то совсем другой взгляд на все, на это. Ну, к примеру, мальчик, может быть, сказал бы, да нет, не так, что мне все неинтересно на свете, мне неинтересна школа, мне неинтересны курсы английского, к примеру, там, домашние дела неинтересны. А это совсем другая история, правда ведь? Потому что, в принципе, это естественно и нормально. Зачастую, если ребенку становится в какой-то момент школа неинтересна, а часто она бывает неинтересна всю дорогу, просто только в этом возрасте он имеет смелость сказать, все, мне это неинтересно. И тогда вопрос скорее, ну, предложение было бы скорее не в том, чтобы заставлять там тревожиться, беспокоиться по поводу ребенка, а скорее в том, чтобы помочь ему найти то, что ему интересно. Ну, потому что если ребенку неинтересна школа, то вообще это вполне себе закономерно, там довольно часто ничего интересного и нету, да, и, в общем-то, скорее отбивается желание. Почему-то это если вот такая ситуация, да, тогда скорее предложение было бы бабушке и маме скорее поддержать ребенка и помочь ему, поддержать его в том, что это нормально, если неинтересна школа. Это может быть так. Помочь ему собрать какие-то крохи к тому, чтобы подготовиться к дальнейшему, к дальнейшей жизни и поискать то, что ему интересно. Потому что вообще жизнь не ограничивается школой. Иногда у нас ощущение такое, что вот школа, оценки – это вся жизнь. А на самом деле это не так. И многие великие, гениальные люди в школе учились плохо. Да, это известный факт. И то, что ребенок не хочет и неинтересна в школе, абсолютно не значит, что он тебя не найдет в жизни. И это одна история. Но, может быть, все совсем и не так. Мы просто не знаем из этого вопроса. Может быть, бабушка действительно видит, что с ребенком происходит что-то не то. И надо сказать, что зачастую я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят на консультацию действительно родители с подростками, которые действительно демонстрируют все вот такие вот какие-то симптомы, все такие вот показатели того, что им действительно ничего не интересно. И тогда действительно в каком-то смысле стоит немножко, ну не затревожить, я сказала бы, а обратить на это внимание. Потому что если мы видим, что ребенку не просто не хочется ходить в школу, это скучно, и не хочется, он решил, что курс английского ему не нравится, да, а он, к примеру, хочет делать что-то совсем другое. А он действительно не интересуется ничем, хочет только сидеть там в компьютере, в интернете где-нибудь, или вообще там лежать, ничего не делать. И мы видим, что это близко, да, похоже на такое состояние действительно апатии. Тогда, конечно, стоит задуматься и затревожиться. Вообще вот это вот пугает, пугают эти слова, что ничего не интересно, ничем не увлечен. Я действительно вижу, ко мне часто приходят такие подростки, и это действительно тревожит, потому что, ну потому что, вообще говоря, мы живем тогда, когда нас что-то увлекает, тогда, когда мы это делаем с удовольствием. Мы можем определять наше психологическое, ну здоровое состояние, скажем так, нормальное состояние, потому насколько мы увлечены той или иной деятельностью. По детям мы можем сказать, по маленьким, там, примеру, до средней там школы, мы можем сказать, что с ними все в порядке, если мы видим, что они увлечены игрой. Да, чаще всего именно игра показатель, спонтанная игра показатель того, что с ребенком все хорошо. Вот если мы видим, что наши маленькие дети, не все время, но когда мы их оставим в покое в какой-то момент, вдруг начинают активно исследовать мир. Они могут резать увлеченно что-то, клеить, собирать конструктор увлеченно, да, погрузившись в это, могут играть в ролевые игры или что-то еще. И если мы видим, что такая деятельность присутствует в их жизни, то мы можем расслабиться, выдохнуть и сказать, все в порядке, развитие двигается, развитие идет. Потом, когда ребенок вырастает из такой вот какой-то иногда спонтанной игры, там, ролевой, к примеру, мы можем то же самое определить по тому, насколько увлеченно он занимается какой-то другой деятельностью, потому что, в большом счете, это та же самая игра, да, та же самая игра, которая приняла просто немножко другую форму. И если мы видим, что когда-то ребенок увлеченно играет на каком-то музыкальном инструменте, ну, допустим, он не делает домашнее задание в музыкальной школе, да, и это ему не очень, это нормально, если ему это сложно и не очень нравится. Но если мы видим в какой-то момент, что он сидит и сам что-то разбирает, или по слуху подбирает, и весь вовлечен, то мы можем опять расслабиться чуть-чуть, ну, к примеру, это не один маленький кусочек, и выдохнуть, и сказать, да, скорее всего, развитие двигается, и с ним всё в порядке. Если мы видим, что он там, не знаю, пишет какие-нибудь истории, рассказы, собирает какие-нибудь, не знаю, там, сложные конструкторы, ну, я не знаю, что может делать ребенок, вот он чем-то увлечен, то мы можем здесь немножко выдохнуть. Но если мы видим, что действительно такого нету, да, если он не знает, да, он слоняется из угла в угол, не знает, чем себя занять, если он полностью погрузился в компьютер, да, то мы действительно можем забеспокоиться и сказать, что с ним что-то происходит. Это действительно похоже на такую некоторую апатию. И тогда нам прежде всего стоит задуматься, что с ним происходит. Вот здесь бабушка, да, она сразу бьет тревогу. И ее можно понять, я ее очень понимаю, у меня тоже выросли старшие мои дети, я помню это беспокойное время, когда, ну, переломное время, когда ребенок это старший подросток, и что-то сейчас сильно поменяется в жизни, и это естественно, что родители, ну, тревожатся в это время за ребенка. Но надо сказать, что это, конечно, не помогает ребенку, а сильно ему мешает, это еще такой дополнительный груз на него, в то время как, на самом деле, ему, скорее всего, нужна сейчас помощь, помощь родителей. Ну, потому что вообще, вот, судя по этому письму, похоже, что это произошло недавно. И это, скорее, такой хороший знак, потому что если какой-то такой перелом, что-то произошло недавно, то, наверное, можно что-то срочно сделать, да, оказать эту поддержку ребенку как-то, я буду сейчас много говорить про поддержку, оказать поддержку этому ребенку, и он обретет, скорее всего, эти вот какие-то основания для того, чтобы снова зажить. Потому что когда мы играем, ну, в детстве, и можно тоже сказать, когда мы играем, то есть спонтанно увлечены какой-то деятельностью, только тогда, на самом деле, мы живем, мы так устроены, да, вот это наше такое богом сотворенное человеческое начало, что творческое. И только когда мы действительно вовлечены во что-то, да, вот именно в эти моменты мы полностью живем и проявляем себя. А когда мы делаем что-то просто потому, что надо, ну, тогда мы скорее выживаем, существуем. Я даю вам сейчас слово, потому что я вижу, что вы хотите что-то сказать. Да, Елизавета, вот вы сказали такие слова, что с подобными жалобами приходит часто, и действительно, оглядываясь вокруг, я наблюдаю, что эта проблема для нашего времени актуальна. И прежде чем мы перейдем к советам, которых, конечно, ждет и телезрительница, и я, и я думаю, что все остальные телезрители тоже ждут практических каких-то советов и ответов на этот вопрос, хочется немного порассуждать на тему, а что же такое с нашим временем, почему именно сейчас вот эта проблема апатии подростковой настолько актуальна. Можно ли это все списать на гаджеты, отсутствие игр подростковых во дворе, где, но только дети в песочнице гуляют, подростки, разве что неблагополучные сейчас на улицах попадаются. В чем дело? Почему такая ситуация? И что можно изменить в корне? Вот не только в конкретной ситуации, а в корне. Можно ли что-то поменять? Ну, само по себе подросткового возраста эти трудности, да, подросткового возраста, они не новые. Ну, я бы сказала, так они в принципе все это довольно более-менее новое, там, да, 20-го, там, 21-го века, потому что, ну, в традиционной культуре взросления происходит иначе, да, там все происходит. И в этом есть свои плюсы и свои минусы, да, потому что там у ребенка не особо есть, у человека есть особо выбор, да. Он идет и идет по вот этой накатанной колее. Папа был, к примеру, там, столер, да, и я буду столер, ну, вот так. Ну, в этом есть свои плюсы, потому что это, конечно, уберегает от многих вот таких вот метаний. Традиция, да, помогает спокойно принять то, что есть, и пройти какие-то кризисы, но с другой стороны, если это не твое, да, там меньше шансов и найти себя на самом деле, да. Но мы сейчас все-таки не про, наверное, не про то, чем хорошо вот такие вот патриархальные, традиционные устойки и современные, а про то, как сейчас этим быть. И если говорить вот о последних годах, да, то я бы не сказала, что сама по себе вот эта вот проблема, она новая, от того, что, ну, когда ребенок подходит к концу школы, когда он взрослеет, когда он встает, скажем так, на ноги и начинает осознавать, что, ну, он, в общем-то, может уже не слушаться родителей, никто его не заставит слушаться родителей, да. И вообще он сейчас перед рубежом, когда ему придется самому что-то решать, то тогда, в общем-то, это всегда подросток испытывал сложности, да, испытывал сложности, просто другое дело, и всегда были эти проблемы каких-то, ну, субкультур, например, правда? Именно же это подростковая такая особенность ухода в субкультуры, да, потому что подросток пытается искать себя, и он вот в эти субкультуры погружается, да. Но всегда были такие переживания. Другое дело то, что сейчас действительно есть опасности современности, и они заключаются в цифровом мире, потому что, ну, всегда мы беспокоились о том, что подросток, который ищет себя, и если он не находит, я буду много говорить об этом, поддержки, да, такой базы в родителе, он не может опереться на родителя как на якорь, да, вот здесь вот мне приходит в голову такой образ, да, корабль и якорь. Вот подросток, он как корабль, который плавляется в свое плавание, но на самом деле это плавание, пока он еще ребенок, это плавание, пока еще вот по такому небольшому периметру. И ему важно, чтобы был якорь, и якорь был брошен вниз, да, и якорь плотно лежал на земле. И в то же время была вот эта траектория, по которой он движется. И если нету на самом деле этого, этой земли, в которой якорь опущен, и он может быть уверенным, то ему страшно двигаться, он может оторваться, да, и уплыть куда угодно. И ему очень важно ощущать вот это основание. Но и всегда подростки, да, мы всегда тревожились, что там предыдущее поколение о чем тревожилось, не курят ли подростки под воротник, да и не пьют ли они. Но сейчас мы тревожимся не только об этом, и даже уже не столько там, ну, наркотики, понятное дело, опасность, но мы также тревожимся о том, что не уйдет ли он вот в этот цифровой мир. Действительно, цифровой мир – это опасность нашего времени, она затягивает, поскольку это совершенно особая работа мозга, да, совершенно такое особое взаимодействие, которое легко позволяет уйти от жизни, да, и в то же время вот такое вот, да, какие-то суррогаты жизни, да, и общение получать, то она действительно затягивает. Это правда опасность, ну, современности. Хотя в каком-то смысле вот эта цифровая зависимость, она не сильно отличается от зависимости, там, наркотической или, там, от алкогольной, да. И уходит туда подросток, да, ребёнок уходит туда в такую зависимость по тем же самым причинам, ну, потому что мы понимаем все, да, что, с одной стороны, никто из нас не застрахован от родительских ошибок, да, и, в общем, выбор всё равно и за нами, и за ребёнком, понятное дело, но, с другой стороны, всё-таки никто не уходит в какую-то зависимость просто так, туда уходит от чего-то, да, это уход от жизни, уход от мира. Туда уходит тогда, когда плохо здесь, в этом мире, когда в реальности плохо и не за что зацепиться, когда этот якорь плохо, неплотно лежит на земле. А земля — это родители, да, на которых можно опереться, на которым можно доверять, у которых ребёнок точно знает, что он получит поддержку. Вот ответила ли я на ваш вопрос? Да, на мой вопрос, да, и теперь, конечно, хочется перейти уже к ответу на вопрос в таком плане, чтобы понять, а как же эту поддержку оказать? Да, и мне, и прежде всего, хочется сказать, что вообще, да, ну, бабушке и маме стоит, наверное, посмотреть на это не с точки зрения вот своей такой родительской тревоги, которая мне совершенно понятна, но тревога, она только нагружает ребёнка ещё дополнительно, с точки зрения того, что... и не с точки зрения того, что с ребёнком вот сейчас что-то случится, такое, что помешает ему там в будущей жизни, потому что очень много звучит этого в письме, очень много звучит того, что как же мы будем к нему кормить всю жизнь, а вот он не найдёт, и я говорю, хочется мне продолжить, а вот он не найдёт себя, вот он никуда не поступит, а вот он будет дворником работать, да, как там наши родители говорили. И это понятные вещи. Но беда в том, что как только мы, как родители, начинаем задумываться о вот таком далёком будущем наших детей, мы тут же попадаем в такую родительскую ловушку, из которой на самом деле ни нам, ни ребёнку не выбраться. Мы попадаем в ловушку, когда мы начинаем моделировать его жизнь и теряем из рук самого вот этого ребёнка. На самом деле в нашей власти не так уж много, мы не можем смоделировать его жизнь. И выход из этой ловушки, он простой. Не стоит задумываться, не стоит пытаться устроить его жизнь на много лет вперёд, это на самом деле не в нашей власти. Стоит обратиться к тому ребёнку, который есть сейчас прямо перед нами и помочь ему выбраться из тех ловушек, которые есть прямо сейчас. А выбирать он уже будет сам, это не от нас зависит. А вот помочь ему прямо сейчас мы можем. А сейчас, если верить словам бабушки, ребёнок вообще демонстрирует симптомы депрессии. Это правда так. Если это верить словам бабушки, если на самом деле ребёнок просто не хочет делать то, чего он не хочет и имеет право, а хочет делать что-то другое. Но если он действительно ничего не хочет, никакой мотивации нет, нет никакого увлечения ничем, то это плохие симптомы. Похоже, что ему сейчас очень нехорошо, что что-то происходит такое в его жизни, что-то сильно на него давит и пугает, и самому ему с этим сложно разобраться. И на это стоит обращать внимание. Потому что, вот помните, какое-то время назад была такая история с этими подростковыми группами, группой смерти. Сейчас вроде история затихла, но на самом деле всё это есть. Я слушала передачу такого очень эксперта по этому вопросу, и он говорит, что нет, они ушли там на дно. Одни группы уходят, названия уходят, приходят другие названия. И в общем это всё есть. И туда по-прежнему попадают дети, и по-прежнему оказываются в опасных ситуациях. Но и не только это. Просто мне захотелось вспомнить эту историю, потому что тогда всколыхнула общественность, и люди задумались о том, что такое с нашими детьми, и почему они в таком состоянии, что они туда идут, и их так легко довести до самоубийства. И в общем-то тогда обратили внимание на то, что родители уже детей не заметили, не замечали, что многие из них, что с их детьми творится что-то не то, что их ребёнок в общем-то долгое время был в депрессивном состоянии. И действительно, когда родители, не только из этих групп, но в принципе, когда ребёнок заканчивает жизнь самоубийством, тогда задним числом мы начинаем смотреть, что происходило, и обычно там было много знаков, много обычно было таких вот воззваний, да, непрямых к родителям от ребёнка о том, что со мной не всё в порядке. Ну и также, если там что-то с ним случается, такая как игровые там зависимости, наркотики, там, алкоголь и что-то ещё, то ведь это тоже своего рода выход из депрессии, да, и сначала что-то с ребёнком происходит, а затем он ищет какого-то варианта, как справиться с этим. Поэтому сейчас самое время задуматься о том, что вот, что с ним не так, да, что его беспокоит, потому что, похоже, что-то беспокоит. За этим вот, за этим нежеланием, отсутствием мотивации всегда стоит какое-то, какое-то переживание, потому что когда всё хорошо, когда в нашей жизни всё хорошо, мы, конечно, хотим жить, и мы находим себе интересное занятие. То есть первое, к чему я призываю, это, в принципе, подумать, что не так в его жизни, да, что с ним не так. И что происходит здесь с этим ребёнком, я не знаю, да, но, скорее всего, ему плохо, скорее всего, ему страшно, и, скорее всего, ещё и накапливается, по моему опыту, у ребёнка же тоже накапливается вот это вот количество недоделанного, да, то есть чем дальше он в этом состоянии находится, тем больше там он тоже понимает, что он это не сделал, это не сделал, и там уроки, например, накопились, здесь он не подготовился к экзаменам, и тем хуже ему становится, тем тяжелее ему становится, и вот именно в таком состоянии обычно ребёнок действительно опускает руки и говорит, ну ладно, авось как-нибудь самообразуется, а я пока посижу, поиграю где-нибудь в компьютер. И ребёнку действительно нужна помощь в этом случае, ему помощь и разобраться, что ему не так, что ему плохо, что не устраивает, и помощь потом, чтобы как-то вот расхлебать то, что он запустил в учёбе, даже за полгода там можно запустить, и ему бывает практически невозможно это расхлебать. Да, но в 16 лет уже достаточно сложно разговаривать на такие темы с выросшим ребёнком, он уже почти взрослый человек, и считает, что многие проблемы может решать сам. Мне кажется, в этой ситуации тоже могут быть такие проблемы. Если бабушка и мама постоянно над ним нависают, так скажем, постоянно давят на него, то, скорее всего, он с ними не будет обсуждать своих проблем. Вот, Марина, вы абсолютно точно обратили внимание, да, и здесь мы видим, что бабушка говорит... Я, кстати, сказать, вообще беру за скобки, даже не беру семейные системные моменты, что там происходит, потому что это вообще-то ситуация на троих. Бабушка, мама и сын. И вообще-то это ситуация, когда ребёнок вырастает, отделяется, которая очень сложна для мамы и для бабушки. Но я сейчас... И там могут... То есть можно сейчас много рассказать о том, как это правильно, а у семьи, может, ничего не получаться. Они могут это не видеть, потому что работают вот эти вот моменты системные, да. Но мы сейчас даже не берём вот эти консультативные такие вопросы. Я даже не беру их в рассмотрение, хорошо? За скобки их убираю. Беру сейчас такую ситуацию, что бабушка действительно и мама готовы делать, просто вот они чего-то не понимают. И я сейчас пытаюсь рассказать, как это, да, что можно делать. И вы абсолютно точно говорите, что иногда бывает сложно доверительно разговаривать на такие вопросы. И здесь бабушка говорит, у нас у всех хорошие отношения. С одной стороны, это здорово и хорошо, их действительно стоит поддерживать. А с другой стороны, я бы поставила здесь некоторый знак вопроса, да. Они, может быть, хорошие, что никто не ругается, но при этом они могут быть не в полной мере доверительными. Но потому что, если бабушка и мама постоянно говорят, ну, мы тебя кормить не будем, мы тебя кормить не будем, мы тебя кормить не будем, вообще-то там, я не знаю, можно продолжить вообще, что из тебя получится, что из тебя получится. И когда ты, наконец, займёшься, и почему ты всё бросаешь, то, наверное, в такой ситуации очень сложно прийти к бабушке и к маме и сказать, вы знаете, я хочу, в принципе, поменять, ну, к примеру, поменять вообще, в принципе, всё в своей жизни, да. Или меня это не устраивает, или мне это тяжело. А давление, похоже, очень сильное. И вот здесь мне хочется сказать, да, хочется призывать нас всех, родителей и подростков, себя в том числе, у меня тоже уже следующее поколение детей потихонечку подходит к подростковому возрасту. И это действительно тревожный и непростой возраст. Это действительно возраст, когда мы должны быть вот этой хорошей, такой почвой, на которую может лечь этот якорь. И здесь мне хочется обратить внимание родителей на две вещи. В нашей власти, на самом деле, сейчас уже не очень много. Мы не можем приказывать, мы не можем заставить теперь учиться. Если раньше мы могли заставить нашего ребёнка учиться, мы никогда не могли его заставить захотеть учиться, но ребёнок мог и с послушанием родителям делать то, что нам нужно, то теперь в 16 лет вряд ли мы можем заставить его учиться. Но в наших силах две вещи. Первая вещь – это создать условия, даже сейчас создать условия, в которых он почувствует, что есть эта почва. Я говорю, можно опустить, можно расслабиться, можно знать, что родители рядом, что семья рядом, потому что хоть подросток и хорохорится и говорит, мне это не нужно, на самом деле ему это очень сейчас нужно. Это такой тревожный возраст, когда родители опять очень важны, поддерживающие. И мы должны быть этой почвой. Так вот мы можем создать условия. И, кстати говоря, вот к этой слушательнице хочется сказать, что ведь там ребенку еще 15-16 лет, и все говорит о том, что еще целый год впереди. На самом деле там еще есть время, когда не нужно родителям тревожиться, у него есть время как раз получить это. До маневра. Да-да-да. На самом деле сложнее, когда это уже прямо конец. А здесь еще там целый год на это. И он действительно может расслабиться и может еще захотеть и найти себя даже в плане выбора профессии. А может быть, не найдет. И тогда, может быть, иногда нужно год даже после школы ребенку на то, чтобы поискать себя. Кстати сказать, за границей это прямо-таки почти официальное такое предложение. Там действительно очень часто родители позволяют своим детям год после школы немножко отдохнуть, чтобы поискать себя. Ну, потому что в школе вообще-то идет дрессировка-дрессировка. И когда так много дрессировки, и когда так много ты делаешь то, чего тебе не нужно и не хочется, иногда действительно сложно найти себя. И нужно расслабиться и посмотреть вообще, подумать о том, чего ты хочешь в жизни. Это может быть совершенно нормальная, закономерная ситуация. Вот. А что же конкретно, получается, нужно делать маме и бабушке? То есть они должны ослабить вот свою хватку, сказать ему, что мы тебя будем кормить? Я в ужасе понимаю, да, что заканчивается время передачи, и я только подошла к самому главному, чего мне хочется сказать. Ну, во-первых, да, им нужно стать вот этой вот почвой, на которую можно опустить ягарь, принимающей, да, то есть создать условия. А условия – это опоры и принятие, да, с одной стороны. И вот этот образ якоря мне здесь хочется сказать. То есть ребенок должен знать, ну, когда тебе все время говорят, что мы тебя кормить не будем, мы тебя не кормить не будем, я понимаю, из каких соображений это говорит мама и бабушка. Они говорят о самых добрых, заботливых, любящих предпоговорений, они боятся, что как бы с ним что ни случилось. Но для ребенка это в любом случае звучит как отвержение. Ты нам такое не подходишь, такого мы тебя кормить не будем, такой ты не наш сын. И это обрыв вот этого якоря, обрыв этой цепи, которую якорь держит. То есть такие вещи в любом случае нельзя говорить. Хотя понятно, что имеют в виду мама и бабушка. И здесь хотелось бы сказать, что наши эти условия, это опора, создаются из двух вещей. С одной стороны, это принятие, конечно, мы тебя будем кормить, ты можешь отдохнуть, ты всегда будешь нашим любимым сыном. То есть сейчас, если тебе сейчас трудно, ты можешь положиться, и мы можем тебе дать это пространство. Если тебе нужен год, к примеру, я помню, что наша, вот, например, дочка год как раз была дома. И в то время, когда ее, когда ты уже делилась, ну, в то время, когда ее многие одноклассники также в ужасе поступали, куда попало, да, потому что, ну, просто потому что родители тоже тревожились, а как же год пропустят. И поступили, учились не совсем там, где потом они хотели. Она расслабилась, отдохнула от школы, подготовилась, доздала какой-то там экзамен, который получше, и поступила туда, куда она хотела. И это было очень ценно, да, для нее. И в этом смысле гораздо, гораздо большей поддержкой от родителей будет сказать, да, если тебе нужно поискать себя, мы понимаем, что это сложно, мы понимаем, что ты можешь устать, что сложно себя найти. Ты можешь на нас рассчитывать. Это с одной стороны. Это про такую опору и поддержку, да, и про то, что семья может быть тем тылом, в котором ребенок может расслабиться, отдохнуть, может не быть все время в напряжении. Что мне делать, если сейчас закончится школа, а я еще не выбрал себя, не нашел себя? Что мне делать? А с другой стороны, а с другой стороны, конечно, границы очень важны. Родители это здесь чувствуют, просто это нельзя подавать в такой форме. О границах разговаривают в спокойной атмосфере, да, не на повышенных тонах, за чаем, к примеру, когда уже прошло время какого-то, например, вот здесь даже пока не о чем разговаривать. Он год еще может спокойно, спокойно отдыхать, ну, расслабляться, как-то вот. А потом, если действительно подходит, ну, к примеру, год ребенок, да, вот мы даем, к примеру, этому ребенку год отдохнуть. Конечно, можно поговорить о том, что в спокойном тоне, что, ну, вот смотри, мы понимаем, тебе нужен, наверное, год сейчас найти себя. Пускай, мы готовы тебе дать этот год. Давай договоримся, что это год. В конце этого года, да, ты решишь и скажешь нам, что ты хочешь делать и как мы тебе можем помочь. Либо ты, к примеру, учишься, либо работаешь, да. Ну, вот так вот, такой какой-то разговор. Понятно, что там, кормить ребенка до старости, иногда ко мне приходят такие, тоже женщины, которые там, 30-летний ребенок, он действительно сидит и ничего не делает и не работает. Это другая совершенно, крайне другая история, очень печальная история. И, конечно же, это не, это то, чем мы точно, это такая плохая помощь ребенку. Да, понятно. То есть границы, конечно, надо обозначить, но обозначать их надо не в резкой форме, что мы тебя тогда кормить не будем, да, а в форме, что мы делаем для тебя то, что для тебя полезно, то, что мы знаем. Мы готовы тебе дать этот тыл, но у него тоже есть границы. Ну что ж, Елизавета, спасибо большое. Очень подробный получился ответ на наш первый вопрос. Ну, а на следующие вопросы мы уже ответим в следующих выпусках нашей передачи. Дорогие наши телезрители, напоминаю, что у нас в гостях была психолог Елизавета Пархоменко и я Марина Оланская. Это передача для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова